Десна ТВ Смоленский пенсионер дал достойный отпор злоумышленникам. Но я вижу, дело плохое. Хватаю виллы и за ними. Сводка криминальных происшествий за неделю. В течение прошедшей недели в отдел Министерства внутренних дел по городу Десногорску поступило 96 сообщений и заявлений. Первенство Центрального федерального округа по баскетболу среди мужских команд. Ребята молодые, команда послабее, скажу откровенно. И мы в принципе сюда ехали за двумя победами. 5 декабря прошли публичные слушания по проекту бюджета Десногорска на следующий год и на плановый период 21 и 22 годов. В этом году местом проведения мероприятия был выбран Центр культуры и молодежной политики. Подробности далее. Такие слушания проводятся ежегодно. Здесь каждый неравнодушный житель Десногорска может высказаться по повестке дня и внести свои предложения. В этот раз значимое для города событие проходило в просторном зале Центр культуры и молодежной политики. Основные параметры местного бюджета предлагаются в следующих объемах. Общий объем доходов местного бюджета на 2020 год предлагается в сумме 525 миллионов 32 тысячи, на 2021 год 517 миллионов 931 тысячи, на 2022 год 538 миллионов 940 тысяч. По внесению изменений в проект бюджета предварительно поступило 7 предложений. Горожан в первую очередь интересовало состояние инфраструктуры города. Это автовокзал, городская набережная, состояние автомобильных дорог, ливневые канализации. Также были вопросы социальной сферы. Для решения этих задач большинством выступающих предложено увеличить расходную часть бюджета следующего года. Увеличение доходной части видится возможным только одному жителю, для чего городу необходимо изыскивать кредитные средства. Подобные предложения, по мнению выступающих, помогут навести в Десногорске порядок. В ходе дискуссии, а иногда и полемики, внести ясность смог глава города Андрей Шубин. Несмотря на дефицитный в рамках законодательства бюджет, ближайшее будущее Десногорска им видится позитивным. Так до конца этого года будет решен вопрос с автовокзалом. Судьба Ледового дворца будет определена в 2020 году по готовности документации для его демонтажа. Некоторые городские объекты, например, набережную, планируются привести в порядок с помощью федеральных средств. Но в целом, несмотря на все обязательства, бюджет продолжает быть социально ориентированным. В частности, касающихся перевозок, бюджет города Десногорска в этом году на компенсацию затрат перевозчику, а у нас тариф регулирован, 21 рубль, выделил общую сложность 9 миллионов 320 тысяч рублей. Это деньги, мера социальной поддержки населения нашего города, наших уважаемых пенсионеров, первостроителей. Поверьте мне, такой компенсации не выплачивает ни один муниципалитет Смоленской области, ни один муниципалитет среди наших атомных городов. Более чем двухчасовые публичные слушания были завершены открытым голосованием по проекту бюджета. За документ проголосовал 91 человек, против – 35, воздержались – пятеро. Таким образом, большинством голосов проект бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов был одобрен. Далее документ будет рассмотрен на сессии Десногорского городского совета. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Пенсионер из села Остер сумел дать отпор преступникам, которые напали на него в его же доме. Злоумышленниками оказались ранее многократно судимые жители Росовского района. Они уже задержаны полицией. Подробности далее. Петр Викторович смотрел футбол, когда в окно постучались неизвестные. Мужчина и женщина попросили у пенсионера деньги в долг, якобы набили до Смоленска. Нагло забрав 2000 рублей, они вернулись уже на следующий день. Но на этот раз пенсионер смог дать серьезный отпор. Но я вижу, что дело плохое. Хватаю виллы и за ними. Они убегают. Тем не менее, добычей преступников стали 10 тысяч рублей. На следующий день Петр Викторович обратился в полицию. Злоумышленников вычислили по горячим следам. Ими оказались ранее неоднократно судимые мужчины и женщины, жители Росовского района. Нападавшие вину не признали. По их версии, 81-летний пенсионер сам бросился на них, когда они зашли вернуть ему деньги. Следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России Росовский возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи Уголовного кодекса «Грабеж» и частью 3 статьи Уголовного кодекса «Разбой». По этой статье нападавшим грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна-ТВ О криминальной обстановке в городе расскажет руководитель группы по работе с личным составом ОМВД России по городу Десногорску Сергей Чулков. В течение прошедшей недели в отдел Министерства внутренних дел по городу Десногорску поступило 96 сообщений и заявлений, из которых 4 преступления, раскрыто 3, нераскрыто осталось одно преступление, Телесные повреждения – 12, ДТП с техническими повреждениями – 3, смертник криминального характера – 3, прочие – 74, раскрыто 2 ранее совершенных преступления. Сотрудниками отдела выявлено 90 административных правонарушений, в том числе за нарушение правил дорожного движения – 75, состояние алкогольного опьянения – 1, Алтиалкогольные статьи – 9, запрет на курение – 2, прочие – ПДН, переход не установлен в месте – 3, преступление террористической направленности не допущено и не выявлено. Продолжая традицию баскетбольных выходных, очередная встреча, которая прошла 7 и 8 декабря в спортивном комплексе Десна. Десногорские спортсмены встречали опытную и уверенную в себе команду из Рязани. Подробности далее. Два клуба сразились для кого-то в сложной, а для кого-то в простой игре. Хозяева турнира – ЦСП «Динамо», «Росэнергоатом» – помолодевшая команда с новыми молодыми игроками, большинство которых еще только делают первые шаги в такой динамичной игре. Чего не скажешь о соперниках. Баскетбольный клуб «Рязань» – команда, которая уже давно зарекомендовала себя на баскетбольном поприще. Уверенные, а самые главные точные броски гостей в кольцо соперника и отменное владение мячом с самого начала практически не давали шанса хозяевам поля наверстать упущенное. К концу уже первого периода воскресной встречи соперников разделяло 28 очков в пользу гостей. Уверенное преимущество им удалось удерживать на протяжении всей встречи, что и привело к закономерному результату. 150-43 в пользу баскетбольного клуба «Рязань». Неутешительный для хозяев поля результат был и днем ранее – 7 декабря. Счет 132-53 в пользу спортсменов из Рязани. Мы знали, что команда Десногорский намного по классу ниже нас, честно говоря. Ребята молодые, команда послабее, скажу откровенно. И мы, в принципе, сюда ехали за двумя победами. И задачей у нас стояли, наверное, провести больше тренировочный матч. При этом, по мнению Алексея Безнебеева, у Десногорской команды есть значительный профессиональный потенциал, раскрыть который можно одним способом – больше времени проводить на игровом поле. Побольше тренировок, больше, наверное, им нужно турниров. Наверное, в этом плане, я так думаю, возможно, я ошибаюсь с командой заявил, а с ФО, потому что им не хватает игровой практики. Рязанские спортсмены уже заняли лидирующую позицию в первенстве ЦФО. Поэтому игра с такой опытной командой будет замечательным уроком для баскетболистов ЦСП «Динамо» «Росэнергоатом». Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. В конце выпуска о погоде. 10 декабря в Десногорске пасмурно, возможен дождь. Температура днем плюс два, ночью плюс один. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefiz.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!